Суд над обвиняемым в убийстве семьи Аветисянов, солдатом срочной службы 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмрии Валерием Пермяковым, согласно пресс-службе президента, пройдет под юрисдикцией Армении. Решение о передаче дела Пермякова совпало с масштабными протестными акциями в Армении против подорожания электроэнергии. Многие думают, что это не случайность и напрямую связывают передачу уголовного дела с акциями в Ереване. Я думаю, таких совпадений не бывает. Российские СМИ начали распространять дезинформацию о протестных акциях в Ереване. Армянские электросети – дочка российской компании РАО ЕС. А российские СМИ пытались социальный протест представить как антироссийский. И чтобы утихомирить протесты в Армении, Россия решила передать производство дела об убийстве в Гюмрии под юрисдикцию Армении. Можно предположить, что и обвиняемый будет передан армянским правоохранителям. Почему предположить, поскольку речь идет только об одном заявлении. В Армении нет института заочных судов. Уголовный кодекс Армении не позволяет проводить заочные судебные расследования. А если расследование должно пройти в армянском суде, значит и подсудимый должен присутствовать. И содержаться он должен в одном из уголовно-исправительных учреждений Армении. Пермигову предъявлено обвинение как российской, так и армянской сторонами. Согласно официальной версии, он признался в убийстве целой семьи из семи человек. По словам солдата, в ночь на 12 января 2015 года он вышел из воинской части погулять. Случайно зашел в дом авиатисианов попить воды, а когда хозяева его заметили, испугался, что его сдадут командованию военной базы и застрелил всех авиатисианов – мужа, жену, дочку, сына, невестку, двухлетнюю внучку. Шестимесячного младенца Пермяков зарезал штык ножом, потому что, как он сообщил следствию, автомат заклинило. Этот беспрецедентный трагический случай получил большой резонанс. В Гюмри и Ереване прошло множество протестных акций. Правозащитники, ссылаясь на соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с Российской военной базой на территории Армении, неоднократно обращались в соответствующие структуры с требованием передать Валерию Пермякову армянским правоохранителям для расследования дела и проведения суда над ним. Российская сторона на разном уровне, в том числе на уровне Гемпрокуратуры страны, заявляла, что Валерий Пермяков не подлежит передаче армянской стороне поскольку является гражданином России. До сих пор Пермяков находится под контролем российских военных, несмотря на то, что предварительное следствие по делу согласно адвокатам родственников семьи Аветисянов, которые выступают в рамках армянского следствия в качестве правоприемников, уже подходит к концу. Полноценным расследованием преступления уже невозможно назвать, поскольку армянская сторона не имела возможности назначить необходимую экспертизу Пермякову в первые же дни. Мы также не можем сказать, назначила ли российская сторона эти экспертизы вообще. Невозможно полноценно вести расследование, что с той, что с этой стороны, в условиях, когда у нас нет обвиняемого, а у них доказательств, связанных с местом преступления. Представители правоприемников отметили, что российская сторона в ходе своего предварительного следствия не обращалась к армянской стороне для привлечения родственников семьи Аветисянов в качестве потерпевшей стороны. Мы сами тоже не обращались к ним, поскольку считаем незаконным ведение следствия российской стороной. Представители правоприемников видят серьёзные проблемы и в действиях армянских правоохранителей, поскольку те не выполнили свои обязательства, не обнаружили Пермякова, не задержали его и не арестовали. Необходимо провести серьёзное расследование для того, чтобы выяснить причину, по которой Пермяков оказался на российской стороне, а также наказать виновных. Именно с этого момента начались серьёзные проблемы у обеих сторон. Армянская сторона лишилась обвиняемого. С кем могла бы работать, лишилась ряда доказательств, которые, возможно, было приобрести только в начальный период. В частности, доказательства того, сохранились ли на теле Пермякова следы выстрелов. Кроме этого, армянская сторона лишилась возможности узнать, какая одежда была на Пермякове, лишилась доказательств, связанных с телефонами, которые были при нём и так далее. Точно так же российская сторона не имеет доказательств с места преступления. Соответственно, она лишилась проведения ряда экспертиз. Очевидно, оба следствия, как армянской, так и российской стороны, нельзя считать полноценными, объективными и разносторонними. Спасти в какой-то степени ситуацию можно лишь объединив эти два следствия, хотя даже в этом случае у нас будут серьёзные проблемы. Руководителями следственных комитетов Армении и России было подписано соглашение о создании координационного штаба из десяти человек для расследования убийства семьи Аветисянов в Гюмри. В него входят представители армянского и российского следственных комитетов и криминалисты. Изначально этот орган был создан из политических соображений, с целью сдержать волнение в обществе на тот момент. Мы так и не поняли, зачем создали этот штаб, какие функции он должен выполнять. По сей день никому не известно, какие действия он произвёл и произвёл ли вообще. Подобный орган в принципе не предусмотрен законом. До сих пор армянские правоохранители не производили никаких совместных действий с российской стороной. К примеру, российский следственный орган провёл психиатрическую экспертизу, однако армянская сторона не была вовлечена в процесс экспертизы. Расследование одного и того же дела разными следственными органами существенно повлияет на его результат. Уже сейчас можно сказать, что расследование неполноценное. Объединение двух следствий вполне логично, поскольку сложно было бы представить, что российская сторона довела уголовное дело до суда при отсутствии существенных доказательств с места преступления. Основная цель следствия, по словам адвокатов, узнать об истинных мотивах преступления. В условиях того, когда потеряны доказательства, которые возможно было получить лишь на момент задержания Пермякова, увеличивается вероятность того, что армянская сторона так и не узнает об истинных мотивах преступления. Вероятность нераскрытия истинных мотивов преступления очень велика. Это дело беспрецедентное, когда ответчиком на вопрос относительно мотива преступления является только сам обвиняемый. На данном этапе на основании того, что мы имеем, исключается версия преступлений на бытовой почве. Нет ни единого доказательства того, что Пермяков имел какую-то связь с членами семьи Аветисянов. Версии проверялись разные, в том числе версия о том, что якобы преступление было совершено по заказу для того, чтобы испортить армяно-российские отношения. Но основной на предварительном этапе остается озвученная Пермяковым версия о том, что он зашел в дом Аветисянов попить воды. Однако и эту версию нельзя считать окончательной и офицерной. И на данном этапе следствия могу сказать точно, что у нас нет мотивов преступления. Согласно Следственному комитету Армении и Генпрокуратуре, на данный момент производятся следственные процессуальные действия, а оглашение уже полученных результатов они считают преждевременным.